Детективный роман Допускала ли она сама мысль о том, что, возможно, она дочь Сталина? Ее воспитывали в строгости, ограничивая общение со сверстниками. Как же она осмелилась пойти в артистке против воли мамы, которая хотела, чтобы дочь поступила в луньяс? Один говорит, что идет в тюрьму и отправляется на бал. Ее первый муж, художник Лев Збарский, эмигрировал в США. И она прошла через унизительную процедуру разусыновления их общего сына Максима. Ведь судьба родственников эмигранта в СССР была незавидной. В нее были влюблены многие талантливые мужчины поколения. Андрей Вознесенский посвятил ей сборник стихов «Дубовый лист виолончельный». А с композитором Микаэлом Таривердиевым роман длился три года. Но их отношения разрушил трагический случай, который, как говорят, стал биографической основой истории героя фильма «Вокзал для двоих». Дорогу перебегает какой-то человек. Она затормозила, но... Второй брак с гражданином Германии мог навсегда испортить ее карьеру. Но она не испугалась. Предупреждаю, что с этой минуты для тебя начинается совершенно новая жизнь. Что делает ее счастливой? И что она считает главным в своей жизни? Сегодня наедине со всеми актриса и педагог, режиссер и народная артистка России Людмила Максакова. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Рад вас видеть. Людмила Васильевна, рада вас приветствовать у нас. Вы знаете, что вы славитесь таким суровым характером, что вас побаиваются журналисты? Конечно, правильно делаю. Правильно, да? То есть это вы нарочно так? Ну, как? Что значит нарочно? Попугиваете, мол, близко ко мне не подходят. Нет, ну вот сейчас у нас, например, произошел диалог. Я говорю, Юля, как к тебе обращаться, на ты или на вы? Да. Да. Вот, получила ответ непонятный. Вот, и не знаю теперь, как быть. Значит, я в смущении. Так. Да. Ну вот. Что мне сказать, Людмила Васильевна? Мне дать вам определенный ответ, как ко мне обращаться? Да. Как угодно. Я же сказала, как удобно. Это не определенный ответ. Ну, вот это будет. Давайте вы ко мне на ты, а я к вам на вы. Вот так. Будет такая определенность. Хорошо, давай, будешь ты. Да, я буду на ты. Хорошо. Нет, я буду на ты. Я поняла. Поняла, что вы ко мне на ты. Я-то точно не посмею перейти эти границы. И обратиться к вам людок, как это делают ваши внуки. Ну, что делать? Они все-таки приближенные к вам. Да, да. А вы вообще защищаетесь от окружающих или нет? Вы знаете, я думаю, что вопрос тут нельзя ставить вот так обобщенно. В каких-то случаях защищают, в каких-то нападают, как мы все, собственно говоря. А остроумие просто наследственная черта? Я не знаю, а где вы его видели? Я часто с ним сталкивалась. Но у вас такое остроумие, я бы сказала, на грани такого язвительности. Это способ защиты? Ничего себе. Позвали на передачу. Я думаю, сейчас скажут. Какая милая. Какая чудная. Какая хорошая. Все это есть? Говорят, припозвали язву. И правда. Монориста терпеть не может. Ничего себе начало. Ну, да, дальше. Хорошо. Очень. Вы говорите, я шоу-бизнесом не замарана. Но на светских мероприятиях вы любите появляться? Вы знаете, вот это не моя стезя точно. Нет. Что так? А потом, а что вы называете светским мероприятием? Вы свет-то где видели? Вы что имеете в виду? Горе от ума, выезд? Вот куда? Ну, горе от ума, выезд точно это не про сегодняшний день. Ну, так и что? Тогда, значит, какой свет? Что значит слово свет? Я не очень понимаю. Что вы называете светом? Светом я называю те мероприятия, с которых публикуются фотографии в глянцевых журналах, где можно увидеть, например, вашу дочь Машу или вашего внука Петя со своего супругой Галей Юдаш. Ну, не меня. Правильно? Да. Ну, так вот так что. Почему? Ну, у каждого какой-то, вы понимаете, каждый выбирает какую-то дорогу. Он по ней идет. Я занимаюсь своим делом. Понимаете? Вот тебя воспитали определенным образом, да? Вот если тебя воспитали, что чем ты должен заниматься, ты этим и занимаешься. Если у тебя нет воспитания, ты идешь по жизни как беспризорник. Правильно? А если у тебя есть какие-то вот понятия о том, что хорошо, что плохо, что должно, что не должно. Вот меня приучили к тому, что человек должен, как у Чехова Антона Павловича сказано, быть, что дело его должно быть лучше немножко, чем он сам. Раньше говорили мастер. Вы мастер. Нет, ну, это другие пускай скажут. Я говорю. Вы мастер. Ну, спасибо тогда, если это... Это правда искренне. И вы в ряду, я бы сказала, таких... Вот слава богу, хоть одно доброе слово услышали. Наконец-то. Наконец-то. Людмила Васильевна, если бы я вдруг задумала писать по поводу вашей биографии роман или сценарий, я бы сказала, что это был бы шпионский жанр. Начнем с того, что самой главной тайной вашей жизни стала тайна вашего... Да, вот вы знаете, я вам сейчас скажу одну вещь. Значит, одна... Вот не помню фамилию. Была какая-то замечательная женщина, тонкая, умная. И у нее была подруга, которая утром звонила ей, и они сюда перезванивали, были в очень добрых отношениях. И вот эта вот подруга говорит, слушай, ты знаешь, у меня сегодня всю ночь в Баку ныло. Потом, ну, яичницу я пережарила, и еще, по-моему, по-моему, сын поссорился с невесткой. На что получила ответ, слушай, давай поговорим о высоком. И вот, душенька, давай поговорим о высоком. Сейчас у нас год литературы. Вы знаете, Людмила Васильевна, я и о человеческой, так сказать, линии жизни, и факт того, что ваш... Да, но самое интересное, то, что я родилась, я думаю, правильно? Безусловно. Вот и все, этот факт свершился, вот, и потом появились в жизни люди, которые старались сделать из меня человека. Я думаю, вот это самое интересное, кто же из меня делал человека, понимаете? Вот, я думаю, с этого мы и начнем, как меня послали в центральную музыкальную школу. Это же очень интересно. Поэтому мы лично оставим за кадром, а в кадр мы возьмем начало, как я начала учиться в центральной музыкальной школе. Правда? И почему мне дали в руки виолончели, кто был первым моим учителем? А я вам нужна, Людмила Васильевна, вообще? Ну, по вашему усмотрению. Я вообще с аудиторией могу без ведущего говорить. Мне все равно. Вот я в этом смысле и спрашиваю. Мы наедине со всеми, а не едине с вами. Правильно? То есть мне, в принципе, можно выйти. Так вот я и со всеми хочу разговаривать. Когда Рубин Николаевич меня взял в театр Вахтангова, вот, это был мой первый учитель, настоящий, причем театральный, он всегда говорил, мы должны, Людечка, воспевать своих учителей. Я всю жизнь посвятил на то, чтобы воспевать своего учителя Вахтангова. Вот, это такие заветы. Поэтому мы будем воспевать с вами наших учителей, наших замечательных родителей, маму вот мою, которая меня образовала и говорила, труд, воля. Вот какие-то вещи, которые потом играют важную роль в жизни. И отсюда мы уже можем танцевать. Вот напрасно так сейчас отринули вот год культуры. Что же, здесь все, наверное, хотят в театр ходить, правда? Театр – это же большая часть человеческой жизни. Нет? И очень интересная. В театре все и происходит. Там влюбляются, там женятся, там убивают, там... И я хотела, наоборот, всем посоветовать прочесть книжку Станиславского «Моя жизнь в искусстве». И чтобы вы все влюбились в театр, и после этого ко всему надо быть готовым. Да, вот, я любви к театру. Вот, значит, таким образом чудная книжка вышла Риммы Кречетовой, которая там как раз описывает всю биографию Станиславского. Да, и поэтому это та тема, о которой я готова говорить с утра до вечера. А если мы будем говорить про мужей, про жен, ну, это же будет совсем другая история, может быть, никому не интересно. Я говорю, Петя, ты со своей женитьбы, я тебе столько говорят, как будто ты Нобелевскую премию получил. Вы знаете, ну, такая вот информация идет о нем. Я говорю, вот сначала, значит, сделай что-нибудь интересное, чтобы дело твое было выше чем-то, а потом мы будем с тобой, значит, обсуждать твои достижения. Ваша мама достаточно знаменитая оперная певица. Нет, она была великая певица, она не знаменитая. Вот тут у вас что-то в бумаге не то написано, это я вам точно говорю. Мама стала знаменитой благодаря русским народным песням, которые она сделала с оркестром Осипова. Сделала по одной причине, потому что у нее страшная была биография. Вот ее биография действительно, не дай бог, кому пережить такое, что пережили наши родители. На их долю досталось очень много. Это вот есть о личной жизни, это и революция, и гражданская война, и 37-й год, и война 40-й год. И вот как они выживали в этих условиях, это действительно тема удивительная. И вообще, что такое русская женщина. Это вот тоже, наверное, тема, которая может волновать и вашу программу. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, то, что эта передача никогда в эфир не выйдет, это я вам гарантирую. Ну, отчего же. Ну, посидим так, похохочем. Ну. Вы были поздним ребенком. Да, очень. Обычно такими детьми трясутся. Обожают, залюбливают, заласкивают. Вы понимаете, Юлечка, мы были нищие. Ну, вы не были нищие. Мы были нищие. Вы даже не представляете себе, как мы жили. Это война, детонька моя. У нас дачу сожгли. Машину мамину, которая путем вот этих двух связок, она заработала когда-то, и так далее, угнали на пользу фронта. Значит, что получали дополнительно в артисты Большого театра, это коробку зефира. Если вы считаете, что это мы шоковали, то нет. Я застала очень тяжелые времена, понимаете? А не то совсем, вот, великолепное радужное детство с чем-то и так далее. У мамы была масса родственников, у которых не было, к сожалению, никаких талантов. Родители очень рано умерли. Шесть человек было, маленьких детей осталось. Она пошла в церковный хор в 9 лет сама петь. И содержала всю эту семью. И работала всю жизнь, как сумасшедшая. И всех содержала. Поэтому заниматься, ласкать и так далее. А кто будет деньги привозить? Я не это имею в виду, потому что не значит, любовь, она не всегда выражается через то, чтобы там держать бесконечно при себе. Но вы воспитывались очень строго, я бы сказала. Да, строго, потому что маму строго воспитывали. Вообще, как сказать, я считаю, что и детей неразумно баловать. Я не понимаю, человек, который сам ничего не прошел, он ничего не может в жизни, он должен сам достигать. Но вот вам как раз этого не очень позволяли. Как я понимаю, вы жили в достаточно серьезной изоляции, будучи подростком. Потому что мамин второй муж был расстрелян, да, поэтому была изоляция. И до 13 лет со мной старались не вести никаких душеспасительных и, боже упаси, откровенных разговоров. Мне сказали, иди, получи профессию, вот тебе музыкальное образование, пожалуйста. Это лучшее музыкальное образование, которое у нас вообще существует. Вот в России центральная музыкальная школа, это то, откуда выросли все наши музыкальные гении вообще. Педагоги величайшие. Людмила Васильевна, можно про вас спросить, а не про школу? Это вас одевали, по вашему признанию, достаточно странно в какие-то пелерины, длинные пальто. Вы не знали названия улиц. Вас редко выпускали во двор. У вас, собственно, не было таких нормальных детских игр. Какой отпечаток на вас вот это детство наложило до 13 лет? Что нужно трудиться. На меня один отпечаток, вот только единственный. И поэтому я уважаю только тех людей, которые трудятся и, как сказать, своим трудом достигают какого-то положения и уважения в обществе. Но вы же были белой вороной. Не важно, белая ворона, черная ворона, какая разница. Мы все разные. Но дело все в том, что обязательно вот это, и я стараюсь и студентам своим это прививать, чтобы это была основа их жизни. А почему я сказала про Станиславского? По одной причине, что он дает школу, школу, которой мы должны гордиться. Понимаете, это основа нашей жизни. Но это школа, которая нужна только актерам, потому что, мне кажется... Нет, она нужна всем, потому что там самый главный вопрос стоит, на который каждый должен ответить. Ради чего? Вот ради чего мы здесь сидим с вами? Для того, чтобы люди, которые здесь сидят, и очень большая аудитория, что-то вынесли из этой передачи. Ради чего ты пришла? Ради чего ты пришла к Меньшовой? Чтобы себя показать? Или? Нет. Или рассказать людям что-то важное. Что-то нужное, то, что им потом пригодится. Людмила Васильевна, а мы вот тоже готовились, честно сказать. Ну хорошо, но готовились, а еще бы. Это ваша профессия, вы даже готовились. Да, но я не успеваю... Ну а что же, ну не знаю. Но я не успеваю вставить ни единого слова и задать ни единого вопроса. Нет, ну вы задали один вопрос, он мне был неприятен. И я не стала на него отвечать. Ну и что? А чего он там вам так неприятен? Вы же программу целую на Первом канале сняли, посвященную этому вопросу. Отсутство Сталина. Моя родословная целиком и полностью посвящена была этой программе. Вы знаете, это тоже неправда. Вы можете посмотреть, сколько там кадров этому посвящено. Ну неправда. Особенно много тайн по мужской линии. Вот когда Вознесенский написал стихотворение «Дочь фараона», многие стали мне приписывать родство со Сталиным. Ну все это, конечно, только версии, поэтому, наверное, пора в этой истории поставить некоторую точку. И я надеюсь, что вот с помощью наших исследований мы, наконец, сможем это сделать. Ну давайте дальше. Такой вопрос. Вы говорите, что сверстники даже, в общем, задирали вас, поскольку вы были настолько ассоциальными ребёнками. Ну а что, господи, мальчишки, конечно, дерутся всегда, и ещё как. А что, в школе разве нет драк? Конечно, не без этого. Ну не со всеми девчонками они дерутся. Ой, ну, боже мой, драки в школе это... Вы привлекали именно своей такой необычностью, тем, что вы вот не такая, как все. Ну, дрались, да. Вопрос-то какой? Вопрос в том, что это как-то формировало ваш характер? Вы стали замкнутым человеком, когда вы взрослели? Нет, вы знаете, мой характер формировал театр. Вот когда я поступила в театральное училище Щукино, вот тут началась вот та история, которая меня совершенно вовлекла в тот мир, который мне показался прекрасным, и с которым я ни за что не хочу расставаться и не расстанусь никогда. Это мир фантазии, воображения, это мир, который позволяет тебе влюбиться в живопись, в музыку, во всё самое прекрасное. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасный. То есть вас интересует мир иллюзий больше, чем жизнь? А что же, милая моя, а что же может заинтересовать в том, что ты чистишь картошку? То есть мир должен быть, все твои действия окрашены, и вот когда они окрашены какой-то целью, твоя жизнь становится интересной. И самое ужасное, если человек себя не нашёл. Вот это беда. А вы когда-нибудь возвращались в свою жизнь к виолончели, которые так упорно занимались? Да, Варпаховский, вот такой был режиссёр, значит, была пьеса «Арбузова. Выбор». Значит, мне дал Варпаховский виолончель, что должно было, видимо, подчеркнуть вот мой глубокий духовный мир. Ну вот, значит, это была такая попытка каким-то образом, вот, что моя героиня, помимо всего прочего, ещё... И как? Я не знаю, с большим трудом, это надо заниматься, это ведь очень сложное дело, тут должны быть мозоли, знаете, стройки. То есть если бы мы сейчас вам предложили сыграть на виолончели... Я боюсь, что вы бы смеялись, я бы вас дико насмешила, вот если бы сейчас начала издавать на виолончели... Попробуем или нет? Давайте. Так, ну хорошо. Вот, у вас мучок-то, фи-фи. Плохой? Да, не очень. Не подготовились? Учок-то, фи-фи-фи. КОНЕЦ Браво! Извините, я не репетировала 60 лет. Далее наедине со всеми. Я продолжу свою мысль, если вы позволите. А она у вас есть? Да! Правда? Вы не поверите Людмилу Васильевну. У меня их так много! Что говорить? Но я не успеваю. Ну, познакомьте меня хотя бы с одной. Ранее наедине со всеми. Браво! Извините, я не репетировала 60 лет. Виолончели это такой вообще... Вот я сейчас услышала звуки, которые вы не репетировали 60 лет, однако все равно в руках это осталось. Это же такое... Вот ощущение такой замкнутости, мне кажется. Да что вы все замкнутое-замкнутое? Столько народу притащили. Все замкнутое. А вот ваше сыграло людям, видишь, до селя. Они были довольны. Правда? Учите. Пускай ваши дети не хотят, все равно приковывайте к фортепиано. Это называется моторная техника мелкая. Тогда они будут стихи хорошо запоминать. Угу. Да. Тогда у них все... У меня со студентами какая беда. Нет моторной вот этой психики, понимаете? То, что вот они тыкают этими кнопками. Потрясающий случай, расскажу. Чтобы не быть нудными. Простите, у меня обоградец за нудство. Да, да. Ничего. Я не мешаю. Ну вот. И, значит, лечу я на Кипр. А я очень люблю этот остров. Ну, прелестный совершенно, деревенский такой, с замечательным монастырем. И, значит, летим, и зал ожидания. Сидит пара, молодая. И у них, значит, зал ожидания, мы сидим, у них стоит бутылочка вина. Два бокала. Вот. И, видимо, что они отправляются в какое-то, ну, такое, я бы сказала... Романтическое. Романтическое, да, путешествие. Вот. Значит, он наливает ей. А они выпивают, чокаются, улыбаются. Затем она утыкается в свой это. И он. И опять... Вот. Понимаете, значит, вот такие вот комедийные истории происходят. Ну, я продолжу свою мысль, если вы позволите. Она у вас есть? Да. Правда? Вы не поверите, Людмила Васильевна. У меня их так много. Что вы говорите? Но я не успеваю. Ну, познакомьте меня хотя бы с одной. Вы с мамой были близки? Ну, что значит близки? Близки, может быть, с мужчиной. А что значит с мамой, с папой? Это естественно. Как можно быть с родным папой или мамой, не близкими? Запас, там есть масса людей, которые не близки со своими родителями. Ну, иначе, ну, дико не повезло, что можно сказать. А мне кажется, что ваша мама была достаточно закрытой. И вот была ли у вас возможность к ней прийти, например, поплакаться о чем-то? Вы знаете, выше всего на свете – это любовь. Любовь – это то чувство, которое невозможно анализировать. Близкий, неблизкий, родной. Вот это определить словами, наверное, нельзя. Она была строга? Ну, и что строга? Боже мой, не строгий человек, значит, он, наоборот, портит ребенка. А строгий человек, он его воспитывает. Тут мы уйдем, знаете, я не пистолотца. И не могу сказать, рецептов у меня нет воспитания. Ну, естественно, строгость, конечно, нужна. Ну, а что ж такое? Сюсюкать без конца – это тоже неверно. Вы должны направить ребенка и дать вооружить его знаниями. Вот тогда вы можете сказать, что вы хороший родитель. Чувства. Ну, чувства ребенку нужна одна ложка каши и ведро любви. Вот весь рецепт. Ведро любви в вашей жизни было? Конечно. Ну, как, во всяком случае, я не могу пожаловаться на то, что у меня не было друзей, не было подруг, и на то, что в профессии ко мне относились с большим уважением, с любовью. Вы очень верны в своей жизни, я бы сказала. Вы на протяжении 50 лет работаете на сцене в Ахтанговского театра, хотя при этом любите какие-то эксперименты и на стороне. Но вот эта работа на одном месте, она отражает ваш характер? Вы консервативны? Да, я консерватор. Я страшный консерватор. Я не люблю перемен никаких, потому что настолько в жизни эта лодка, вы знаете, подвергается всяким бурям, ветрам и прочим. Понимаете, поэтому хочется за что-то ухватиться, по крайней мере, хотя бы за свою профессию, понимаете, где ты себя чувствуешь уверенно, и за людей, с которыми пройдены определенные этапы. Главное в театре что привлекает, что один в поле не воин, что вместе создать спектакль можно только усилиями на какой-то спектакль, на какую-то премьеру, работает огромное количество людей. И если все вместе вот дышат в унисон, тогда получается интересное зрелище. Ну, можно и провалиться, потому что провал – это обратная сторона успеха. Но все вместе. Понимаете? И так страшно. Да, и мы ничего страшного. И можно даже однажды мы провалились, я помню, пришли все в Уфет подавленные, а потом сказали, ой, чудесно, ну провалили, что делать. Живем дальше. Живем дальше. Давайте послушаем вашего коллегу по театру Вахтангова Сергея Маковецкого. Ой, обожаю, Сережка. Партнерство для меня – это самое уникальное, что может быть на театре. И так случилось, что мы с Людмилой Васильевной уже партнерствуем 35 лет. У нас огромный театральный роман. Мы играли счастливую любовь, мы играли несчастную любовь, мы играли грустную любовь, трагическую любовь. Начиная со старинных русских водоелений. И партнерство. Мне очень приятно, что Людмила Васильевна считает меня своим любимым партнером. Во время репетиции у нас с Людмилой Васильевной могли быть даже какие-то крики друг на друга. Мы можем друг друга послать. Но это ровным счетом ничего не значит, потому что завтра откроется занавес, и мы вместе пойдем на сцену. А вы часто ссоритесь с людьми? Часто покрикиваете? Нет, вы знаете, я миротворец. Я не люблю ссор, я не люблю, я бесы, я люблю мир. Ну что вы, и так знак такой все время. Ищет равновесие, все время хочет это равновесие получить. Я очень люблю людей, я люблю партнеров. Мне кажется, что вообще, понимаете, ищи в человеке, мне главное уцепиться за какую-то черту, понимаете. А Сережка очень талантливая, такой подвижный, он изумительно подвижный артист, но очень требовательный. Вот он как раз режиссера может довести до умопомрачения. Он очень дотошный. А вы легко идете на эксперименты, как я понимаю, особенно с молодежью связанные. Такой у вас легкий характер. Вот удивительно тоже, хотя, наверное, неудивительно, если вы говорите про тяжелые времена, которые вам пришлось пережить. Но вы хорошо готовите, умеете шить, это вас бабушка всему научила. Вы знаете, я могу все делать, но быстро. Я не люблю на чем-то зацикливаться. Но если нужно что-то приготовить, да, я сделаю, но очень быстро, чтобы это не отвлекало, собственно. Ваше первое замужество было за таким известным в узких кругах, я бы сказала, но тогда известным, в 60-е годы. Ну, не правда, Лёва. Лёва Мсбарский, от которого у вас сын. Да, мы сын. Я хочу спросить, а ваша мама, она как-то отсматривала ваших возлюбленных и возражала ли она против каких-то отношений? Вы знаете, у нас это все было как-то, ну, не принято, что ли. То есть мама не вмешивалась? Нет, ну и я тоже никогда не вмешивалась. Но как можно вмешаться, если взрослый человек, у него существует определенная жизнь. Кроме раздора это ничего не будет, понимаете, и ничего не изменит. Если человек взрослый выбрал какую-то свою дорогу, он по ней все равно пойдет. А вы прошли через такой момент протесты, скажем, в ваших отношениях для того, чтобы сказать, что... Ну, все, что существуют какие-то, понимаете, совместные жизни, это всегда драматургия. Это всегда в ней заложена драматургия, существуют какие-то определенные... Кто-то чем-то недоволен, понимаете, но я не думаю, что это определяет. Все-таки определяют жизнь не мелкие какие-то вот недоразумения, а все-таки то, что человек смог тебе дать. Вот я считаю, что людей по этому принципу все-таки лучше всего ценить. Что ты от них получил? Вот, например, любовь к поэзии, которая в доме у нас, любовь к пению была совершенно безумная, и к музыке, и вот этому маму посвятила жизнь. А я пришла в драматический театр, и там меня охватила совершенно другая стихия, поэтическая. У нас все читали стихи, понимаете, все были помешаны, потому что Рубен Николаевич, он великолепно пел цыганские романсы, он великолепно знал поэзию, а часто романсы были и старинные романсы, написанные на стихе великих поэтов. Снова тучи надо мною собрались о вышине, Рок завистливый бедой угрожает снова мне, Сохранюль к судьбе презренье, Понесуль навстречу ей Благосклонность и терпение Бедной юности моей. Понимаете, это чудесный романс. Он поется, к сожалению, нет гитары. Это мы подготовились, безусловно. Снова тучи надо мною Собрались о вышине Рок завистливой бедою Угрожает снова мне Но, предчувствуя разлуку Неизбежный и грозный час Жать твою, мой ангел, руку Я спешу в последний раз Сжать твою, мой ангел, руку Я спешу в последний раз Это Пушкин. Вам пришлось с вашим супругом разойтись И мало того, вам пришлось пройти через процедуру разосуновления сына Потому что ваш супруг эмигрировал Собирался эмигрировать Это же Бушарийский союз Ставил определенные условия Но сейчас его нет, чего о нем вспоминать А как что вспоминать? Мне любопытна выдержка была из вашего интервью В котором вы говорите, что несмотря на то, что вроде бы все было понятно Но вы сказали вашему супругу, что ребенок не его Нет, это вы все путаете Здесь речь шла об судебном процессе О разосновлении, усыновлении То есть это была чисто судебная волокита А почему тогда он упал в обморок после этого судебного процесса? Ну потому что это тяжело судиться Ну как, ну судиться, ну вы представляете себе Ну для того, чтобы человеку уехать, это сейчас Я хочу уехать, да? И уезжай В Советском Союзе это не было так Он должен был что-то выплачивать Ну то есть это, мы сейчас с вами закопаемся в судебных, так сказать, процедурах Понимаете, это было связано с судопроизводством, больше ничем А не с тем, что он поверил в то, что это не его ребенок? Нет, 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 да ну Господь с вами, ну что А сын когда-нибудь встречался со своим отцом? Нет А почему? Нет, нет, нет Вы как-то живете сейчас А вот вы себе не представляете, что такой был Советский Союз Америка и Советский Союз Но он же ездил туда Иммигрант и так далее Хорошо, у сына трое детей Старший внук Петр, как вы упомянули недавно, женился Он у вас любимчик или вы как-то не разделяете? Вы знаете, я не могу отделить Ну как можно отделить, вы понимаете, вот кого больше Это самый ужасный вопрос, когда задают ребенка Ты кого больше любишь, папу или мама? Ну, что он? Он просто самый старший, самый первый, как-то Ну какая разница, слушайте С ним вы прошли через все эти этапы Ну любовь же вещь безграничная Ну как это можно сказать, ты того любишь больше Ну как можно сказать про детей Он на вас похож? Ну я не знаю, вот посмотрите Я даже не про внешность говорю А может быть внутренними качествами какими-то своими Не знаю, добрейший человек Добрейший человек, очень хороший, очень порядочный Послушаем же его На самом деле, во-первых, давайте сразу я скажу то, что В семье у нас мы бабушку не называем бабушкой Мы называем Людмилой, Людочкой, как угодно У нас даже с детства, вот я могу вам сказать Я всегда Людмилу называл Любимычем, а она меня называла Абажамычем Вот, и так вот у нас пошло, мы до сих пор Любимых так называем Скакали, бесились мы постоянно Это точно я могу вам сказать Но вот в этом как раз и заключалось ее интересное воспитание Того, что она мне разрешала и побеситься И с палкой побегать на улице, погонять голубей Вот, и в то же время она мне рассказывала какие-то более высокие вещи То есть она хотела, чтобы я с самого детства привыкал к чему-то хорошему У меня родители, они довольно спокойно относились всегда к моему выбору Они считали то, что мой выбор это, то есть всегда правильный выбор Я сам сделал ошибки, сам найду себе правильного человека Люда так же считала, но в то же время мне всегда шли подсказки Действительно очень важные подсказки, которые я взял на заметку И поэтому сейчас я безумно счастлив, что моя жена Галя И я думаю, я к этому пришел как раз за счет бабушкиных советов Боже мой, что же за подсказки были с вашей стороны внуку? Ну, их много было, наверное, всяких В основном быть порядочным, добрым человеком, не лгать Вот основная подсказка Не лгите, и все получится А вам было важно, чтобы вам понравилась Петина избранница? Вот ему было и важно Ну, вы знаете, дело в том, что девочка очень самостоятельная Понимаете, она тоже трудолюбивая Она занимается фотографией То есть у нее есть дело Это вот не просто человек, который, так сказать, ну, беспечно порхает по жизни Она тоже занимается, она трудится Я это очень уважаю в людях А ваша дочь занялась таким уж делом необычным Мало того, что она сначала закончила юридический институт еще Ну, вернее, не сначала Да, вечерний, да Да, а получив образование оперной певицы, она еще закончила юридически А теперь она пошла в Государственную Думу Вот это вам как такое дело? Вы знаете, я в этом ничего не понимаю Даже не берусь говорить, понимаете Я, ну, абсолютно Вот спросите меня, как играть Гамлета Мы с вами сейчас разберем, быть или не быть В общем, вопрос Я просто, это не моя сфера совсем Я действительно плохо разбираюсь в этом Она вам сообщила хотя бы о том, что она пойдет этим заниматься? Да, я сказала И вы сказали, да, это твое дело, да, пожалуйста Если ты хочешь, если ты чувствуешь к этому призвание, если ты к этому готова, если ты думаешь, что ты таким способом можешь сделать какое-то доброе дело людям, конечно, иди А почему нет? Ну, обидно не стало ли вам, что как бы ты же певица, слушай, ну зачем тебе это? Это же ее выбор Ну, детонька, доченька моя, ну позови Машу на программу, она тебе все расскажет Ну, как же я могу за другого взрослого человека как-то ее решение объяснять? Ну, вот вы человек, который так много и с такой любовью говорите о культуре Часто делаете отсылки, так сказать, к 19 веку Мы скоро заканчиваем, Людмила Васильевна Нет, дело в том, что у меня спектакль Да, мы знаем, поэтому Да, а мне полтора часа еще ехать в театр Да, 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 мы уже почти Не буду вас долго утомлять Нет, я пойдешь на спектакль опоздать, детонька Скоро-скоро У меня дядя Ваня сегодня Так вот, вы человек... Сейчас я про Чехова расскажу Ну, как я его люблю Вы человек, который... И скажу, чтобы Рейнфилда все читали биографию Чехова И Риму Кречетову обязательно, ЖЗЛ Жизнь замечательная Я могу про Машу спросить еще, нет? Машу позовите сами Маша человек, она в тысячи раз расскажет вам все интереснее, чем я Вот поверьте мне Я обязательно это сделаю Да Но вы же ее мама, и я хочу узнать ваши отношения Я вам говорю, сверходаренный человек Услышала, теперь могу еще вопрос один задать? Ну, какой еще-то? Ну, есть Вот есть еще вопрос у меня Ваша дочь Маша, она полная тезка вашей мамы И, в общем-то, шла по ее стопам И так я понимаю, что это вызывало у вас когда-то, ну, большую гордость И вы видели очень много схожего между мамой и Машей А потом в какой-то момент вы сказали Мама небесная, а Маша земная Как все сегодня люди более земные Сегодня все люди более земные То поколение, которое вот мама, они были более романтически настроенные Сегодняшнее поколение, это вообще относится ко всему поколению Они более прагматичные Так складывается время Вас это расстраивает? Почему? Это данность Понимаете? Времена не выбирают В них живут и умирают Давайте послушаем Машу Конечно, в ребенке, в первую очередь, ей хотелось увидеть талант Это было ее самое главное Вот разглядеть вот эту вот искру Когда она появится, есть ли она вообще есть Это для нее, наверное, было самое важное Чтобы человек, которого она родила, был талантлив Ей это было важнее, чем чтобы она была там счастливой, красивой Даже умной, неважно Ей важно, чтобы человек был талантливым Поэтому и воспитывала она вот в такой атмосфере Давая любому, вот даже, так сказать, маленькому росту этого таланта Как-то раскрыться Она это и говорит мне, что я всегда себе говорила Когда у меня будут дети, я им буду разрешать все Когда у меня будут дети, я им буду отвечать на все их вопросы Когда у меня будут дети, я, то есть, ну и так далее То есть, вся вот, так сказать, парадигма мышления Настоящего такого либерального родителя И я вам хочу сказать, она вполне справилась с данным себе обещанием Я себя чувствовала очень легко и непринужденно всегда То есть, я чувствовала, что она меня поймет И, в принципе, мне разрешалось все А мужчину какого мама хотела рядом с вами видеть? Ну, мне кажется, каждая мама хочет какого-то особенного А вот вы у нее спросите Удалось ли мне вообще, так ты хотя бы 37 годам Хотя бы раз ей продемонстрировать такого мужчину, который бы ее устроил Вы, Машенька, тарелки из разного сервиза Вот это вот диагноз обычный Далее наедине со всеми Вы вышли замуж, потому что уже было невозможно Вы хотите, вы вышли замуж по расчету, да? Нет, это я не хочу Ее называли дочерью Сталина Да, но самое интересное, то, что я родилась, я думаю, правильно? Она всегда играет дам с характером А что же, милая моя, а что же может интересовать в том, что ты чистишь картошку? Она называет мужа тупая пила Если мы будем говорить про мужей, про жен, ну это же будет совсем другая история Людмила Максакова За вами ухаживали очень известные разные люди, талантливые Ну это бог с ними, это очень хорошо, что они ухаживали На что же я, чтобы за мной никто еще не ухаживал Я хотела коснуться истории, которую вы сами описываете в одном известном журнале Касающейся ваших отношений с Михаилом Ривердиевым Вы утверждаете Вы знаете, дело все в том, что жена жива вдовами Мне бы не хотелось на эту тему говорить, понимаете? Потому что давайте щадить чувства все-таки окружающих Да, мало ли что было Это было до того, а потом он женился Да, сейчас у него жена, замечательная женщина Вот, и мне бы не хотелось сейчас вот эту тему Поскольку она жива, и ей это может быть неприятно Поэтому давайте эту тему закроем Вот и все Вдова Микаэла Ривердиева, ваше чувство не очень пощадило, говоря о том, что... Это ее дело лично А мое дело, эту тему не развивать Своего второго супруга, Петера, не знаю, я сейчас опять вступаю на очень опасную почву Я не знаю, захотите ли вы говорить об этом Это даже не почва Дело все в том, что он Петр Пауль Андреас Игенбергс Вот Он был гражданин Германии И существует до сих пор, является гражданином Германии Вот, и я 40 лет с ним в браке Вы его называете тупая пила? Понимаете, он всегда добьется той цели, которую он поставил Вы говорите, что вас он взял измором? Измором, да, вот действительно, полтора года, вы знаете Пилил и пилил? Да То есть это не было любовью? Почему? Если пилил, значит была любовь, а как же? Пилить без любви, это кошмар какой-то Я про ваше решение Вы вышли замуж, потому что уже было невозможно Вы хотите, вы вышли замуж по расчету, да? Нет, конечно Нет, этого я не хочу Нет, ну а что? Вы вообще воспринимаете мужчину в своей жизни как некую защиту, хоть от чего бы то ни было? Ой, вы знаете, я же мужчину давно никак не воспринимаю Детонька моя, знаешь, сколько мне лет? Да, знаю И ваш супруг тоже для вас? Ни опора, ни защита? Ну почему тебе опора и не защита? Ну именно опора и защита Ну что же, я с человеком 40 лет прожила Ну как же он может быть ни опорой, ни защитой? А в каких вопросах? Если бы он не был опорой и защитой, наверное, мы бы давно бы расстались, правда? А в каких вопросах вы можете на него положиться? Вот если вы... Во всех Вы любите собираться за одним столом, большой семьей, но однако это у вас не часто получается А при всей вашей любви к искусству, значит, все-таки жизнь и вот эта ценность, внуки, дети, рядом имеют значение? Вот по поводу стола, значит, я вам прочту напоследок, ну это уже все всегда по этому поводу Когда я называю по привычке друзей моих заветных имена Всегда на этой странной перекличке Мне отвечает только тишина Не мудрено, что невеселым звоном звучит порой мой Непокорный стих, а что грущу Уже за флегетоном три четверти товарищей моих А вы, друзья, осталось вас немного Не оттого вы с каждым днем милей Какой короткой сделалась дорога, которая оказалась всех длинней АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я иду на спектак и не могу больше, серьезно Я поняла, Людмила Васильевна, спасибо вам большое за то, что вы были у нас АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я позволю себе еще... АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, детка Можно расскажу, что это? А? Хочу рассказать, что это А, да? Да, можно? Конечно, это реклама Нет Я не знаю, у всех детство связано с разными воспоминаниями Но мне кажется, что запах, это, наверное, то, что нас в наибольшей степени погружает в ту или иную атмосферу Мы знаем, что ваша мама пользовалась духами Красная Москва Мы с каким-то, в общем, определенным трудом их искали и нашли Спасибо большое Надеемся, что вам это будет приятно Спасибо вам большое, Людмила Васильевна Спасибо За участие в нашей программе Прогноз на ближайшее будущее Соседи по коммуналке очень любили Сбылась мечта Мне впечатляет, что Никита Сергеевич просто создан для коммунальной квартиры Сергей Никоненко Активиста должна быть кошкой У нас волчья стая, потому что все волковые Ольга Волкова Чего-то я не могу мимо пройти, когда лежит грязная посуда неаккуратно Вот ведь затейник Семеро было Вячеслав Бутусов и его жена Анжелика Нет, ну просто нужен был личик, наверное, уже А что бы было? Что было бы? Укусила бы Екатерина Васильева Поцеловали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok